Все мы любим петь, мы поем в душе и в душе, в автомобиле и в караоке. И практически каждый мечтает о сцене. У кого-то хватило духа исполнить свою мечту, а у кого-то нет. Музыкальные конкурсы для начинающего артиста – все. Это возможность заявить о себе и показать, насколько ты талантлив. Вы не поверите, но большинство артистов вышли именно из музыкальных проектов. В Казахстане началось все в далеком 2003 году, когда стартовал конкурс Superstar KZ. Первый сезон подарил нам таких участников, как Алмаз Кишкенбаев, Макпал Исабекова и Айкон Толепперген. Даже знаменитая КВН-щица Гульнар Сильбаева пробовала свои вокальные данные в этом шоу. Последующие сезоны дали старт Кайрату Тунтекову, Алишеру Каримову, Мольдера Аюльбековой, Нуржану Кирменбаеву, Ринату Мальцагову и Динаре, султан которой выступила под фамилией Коскильдиева. Участники группы «Ринго» Адильжан Умаров, Дания Рутиген и Аян Бирбаев также впервые появились на экранах именно в рамках Superstar KZ третьего сезона. Тогда же появился Талгат Кенжи Булатов и Анатолий Цой. Кстати, некоторые выходцы из музыкальных конкурсов завоевали признание не только в Казахстане. Например, Анатолий Цой заворожил самого Константина Меладзе и теперь российский шоу-бизнес в нашем Толике души не чает. Возможности же Димаша Кудайбергеновой жюри наших конкурсов в свое время не оценили по достоинству. Вследствие чего парень решил попробовать свои силы в Китае. Последователи Мао Цзэдуна, шокированные октавами Димаша, возвели его на пьедестал и стали поклоняться вокалу певца. Родственные связи, конечно же, вариант для того, чтобы выйти на сцену. Однако, сыновья наших, Примадон, Роза Рымбаева и Нагимы Искалеевы пошли другим путем. Оба они также пытались счастье в музыкальных проектах. Дзьяс Аблаев осваивал сцену «Х-фактора», а Алио Капов покорял фабрику звезд. Между тем, проект «Фабрика звезд» подарил нам еще один коллектив, который более известен не в Казахстане, а в Первопрестольной. Байгалисер Кебаев забрал с собой в Москву троицу «Зе Джигетс». Им пророчит судьбу и популярность группы «А-студио». Далеко не все имена конкурсантов попали на музыкальный «Олимп». Их голоса можно услышать в барах и ресторанах, на радиостанциях и тоях. И только Ерлан Алимов перестал петь окончательно. И кажется бесповоротно, теперь он продюсирует звезд. Ведь кому-то и этим надо заниматься. Продолжение следует...